Здравствуйте! С вами Елена Малахова. Сегодня мы находимся в гостях в клинике нейроэндокринологии у доктора медицинских наук, врача-эндокринолога Слонимского Бориса Юрьевича. Борис Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Название нашей передачи – «Болезни щитовидной железы. Взгляд эндокринолога и психотерапевта». Борис Юрьевич, насколько распространены заболевания щитовидной железы? Вообще заболевания щитовидной железы встречаются достаточно часто. Это связано с тем, что для синтеза гормона щитовидной железы нужен атом йода, а почти половина территории Российской Федерации считается йододефицитной. В Российской Федерации решение задачи по проблеме йододефицита до сих пор не решено, так, как это сделано, например, в Америке и в европейских странах, где йодируется большинство продуктов питания, соль, мука и так далее. В Российской Федерации пошли по пути предложения наиболее уязвимых групп населения, детей, подростков и беременных женщин, назначением препарата «ЮДДКалия» в разных его формах или даже включая в форме витаминов для беременных. Давайте рассмотрим две группы заболеваний щитовидной железы. Это ее гиперфункция и гипофункция. И начнем мы с увеличения функции щитовидной железы. Что такое гипертиреоз? Гипертиреоз – это группа состояний, которая является разнородной, потому что факторы, приводящие к гипертиреозу, различны. Это может быть аденокарцинома или аденома щитовидной железы, это может быть хронический аутоиммунный тиреидит, это может быть дисфузно-токсический зоб. Независимо от причин, вызвавших гипертиреоз, или так, как его еще называют, тиреотоксикоз, основным признаком является значительное увеличение концентрации гормона щитовидной железы в крови, который влияет одновременно на множество органов и систем. На сердечно-сосудистую, увеличивая число сердечно-сокращений, на нервную систему, вызывая психологические и психические нарушения, включая тиреотоксический психоз, на мышечную систему, на жировую ткань. И таким образом щитовидная железа, можно сказать, что является таким важной очень железой, и гормон щитовидной железы как катализатор для работы практически всех важнейших систем организма. А какие существуют группы риска пациентов, подверженных увеличению щитовидной железы? Как уже было сказано, группой риска являются пациенты, проживающие, например, в горной местности или даже в равнинной части с горказным йододефицитом в почве, в воде, то есть пьют воду и едят овощи и фрукты, которые произрастают на той земле, где содержится низкий уровень йода. Это быстрорастущие организмы дети и подростки. Это беременные женщины, у которых также требуется дополнительное количество йода, и поэтому тот йод, который поступал вне беременности, его уже количества не хватает, для беременной женщины. Давайте более подробно остановимся на причинах, вызывающих усиление активности в работе щитовидной железы. При исследовании истории заболевания таких пациентов прослеживается, что у ближайших родственников также были заболевания щитовидной железы в той или иной степени, поэтому у этого заболевания есть генетическая основа. Но чтобы заболевание проявилось, важно несколько факторов. Это, например, заболевание каким-то тяжелым инфекционным заболеванием или даже просто тяжелой формой гриппа или воспалением легких. Не само по себе, а которое таким образом воздействует на иммунную систему, что часть иммунных комплексов начинают повреждать клетки щитовидной железы или даже стимулировать и усиливать их работу. Большой группой факторов являются стрессовые ситуации. Либо это какое-то большое несчастье, горе, когда погибает близкий родственник или даже любимое животное, допустим. Либо это хронически накопившийся стресс, который длился месяцами и наступила какая-то последняя капля, которая вызвала такое воздействие, но не на щитовидную железу, а также на иммунную систему, то есть опосредованная через иммунную систему и послужила началом дебюта данного заболевания. Есть третья группа факторов. У тех, у кого имеется предрасположенность к заболеванию щитовидной железы, чрезмерная солнечная активность, когда люди выезжают в жаркие страны, люди, которые родились в европейской части, это доказанный факт, это является дополнительным провоцирующим фактором для дебюта усиления активности щитовидной железы. Психологические симптомы при усилении активности щитовидной железы похожи на тревожное расстройство. Это нарушение сна, это нарушение концентрации мысли и ее последовательности, возбудимость, эмоциональная лоббильность, раздражительность, плаксивость. Как же провести дифференциальный диагноз между изолированным тревожным расстройством и тревожным расстройством в рамках заболевания щитовидной железы, в рамках усиления работы ее активности? Ну, на самом деле у врача общей практики, терапевта, кардиолога, эндокринолога есть ряд инструментов, при помощи которых такую диагностику провести можно. Во-первых, это электрокардиограмма, и если она не выявляет в момент контакта с пациентом, это мониторирование ЭКГ в течение суток, так называемых холтер. Это просто может человек на приеме померить пульс, и обычно пульс при заболевании щитовидной железы очень высокий, и даже в течение часа общения с пациентом никак не меняется, то есть он не вызван чисто эмоциональными причинами, а вызван именно усилением активности щитовидной железы. В-третьих, это, наконец, последние 25-30 лет доступно в любой точке мира, это определение концентрации гормона щитовидной железы в крови. Это является просто стопроцентным доказательством, что действительно активность щитовидной железы повышена. Но, с другой стороны, часто пациенты с усилением активности щитовидной железы находятся в особом состоянии сознания. Не все слова врача, который пытается им помочь и написать терапию, до него доходят в связи с тем, что у человека действительно нарушена концентрация внимания, мысли, он перескакивает с одной мысли на другую, то плачет, то смеется, то вспоминает какие-то отвлеченные темы. И поэтому, помимо непосредственного лечения заболевания щитовидной железы, приходится прибегать к помощи психолога, психотерапевта, невропатолога или психиатра с тем, чтобы он на период несколько месяцев, пока будут нормализовываться показатели гормонов щитовидной железы, назначил соответствующую терапию, облегчающую качество жизни этому пациенту, нормализующую его сон, нормализующую работу вегетативной нервной системы, чтобы он не мучил себя и окружающих. Потому что в остром периоде такого заболевания пациент опасен и для себя, и для родственников. Фактически это выглядит как маниакальное состояние. И человек не всегда отдает отчет, что он делает, что он говорит и как он поступает. И в зависимости от тяжести состояния, возможно, как медикаментозное лечение, назначение, например, антидепрессантов или успокаивающих препаратов. Если же текущее состояние пациента позволяет обойтись без успокоительных препаратов, то возможно применение гипноза. Гипноз очень хорошо купирует тревожные расстройства. Как внешне выглядят пациенты с увеличением активности работы щитовидной железы? На самом деле внешний вид пациентов с увеличением активности щитовидной железы очень характерный. Человек, зайдя в кабинет, сколько бы там ни находился, он такое впечатление, что он только что вбежал. У него может быть учащенное дыхание. Часто у него такого человека дрожит от нервного возбуждения голос. Скатываются капли пота с олба. Пульс и в начале, и в конце беседы, если доктор это контролирует, так и остается достаточно высоким. То есть очень много ударов сердца в минуту. Человек суетливый, нервный, он начинает одну мысль, не заканчивает ее. То есть сразу создается подозрение, что с нервной системой того человека что-то не так. Другой вопрос, насколько в состоянии эндокринолога на приеме грамотно оценить, это действительно усиление функции щитовидной железы или это действительно психическое расстройство. Кстати говоря, такое сочетание тоже возможно у человека с психическим расстройством. И в декомпенсации психического расстройства он, к сожалению, может получить из заболевания усиления функции щитовидной железы. И тогда признаки этих заболеваний накладываются. И один эндокринолог с таким пациентом не справится ни в коем случае. Поэтому ему нужна будет помощь психотерапевта. Теперь давайте рассмотрим вторую группу состояний, связанную с ослаблением работы щитовидной железы. Гипотиреоз. Что это такое? Так же, как и в первой группе, причины гипотиреоза могут быть различны. Может оказаться, что у человека много лет назад была операция по поводу какого-то заболевания щитовидной железы. И она была удалена. Пациент несколько месяцев принимал лекарства, потом прекратил. И это уже длится несколько десятилетий. И это будет причиной то, что активность щитовидной железы снижена, потому что нет самой ткани щитовидной железы. Другой причиной может являться, если человеку по поводу заболевания, предшествующего усиления активности щитовидной железы, проводилась радио-йод терапия или терапия каким-либо химиопрепаратом, подавляющего активность, как более консервативный метод лечения. И также после чего не была назначена заместительная терапия пациенту. Либо он так понял, либо было ему так сказано, что теперь у вас не будет никаких проблем и никаких лекарств по поводу заболевания щитовидной железы он не принимает. Чаще всего происходит следующее. Значительную роль в дебюте заболевания щитовидной железы играет иммунная система, в которой иммунные комплексы, соединившись с клетками, начинают подавлять их активность. Это происходит и сподволь постепенно, и иногда проходит через стадию гипертиреоза, которая проходит и для пациента незаметно, а окружающие просто замечают, что он на какой-то период становится нервным, раздражительным, возбудимым. Потом этот период самостоятельно проходит, и наоборот, наступает период, когда у человека апатия, тоска в глазах, у него слабость, у него нет сил, кожа становится суховатой, ноги к вечеру отекают. И если это пожилой человек, то люди это воспринимают за проведение возрастных изменений. Терапевт и кардиолог, не обладающий определенным опытом, также думают, что речь идет о недостаточном кровообращении. Так вот, почему так происходит и с чем это связано? Сам по себе гормон щитовидной железы является, как мы уже сказали, катализатором многих процессов. Когда этот катализатор исчезает, то процессы замедляются. Замедляется сердечная деятельность, замедляется активность клеток мозга. Так у человека нарушается память, он постоянно жалуется на сонливость. И, в общем, жизнь как бы заканчивается, по крайней мере, качество жизни, потому что он все время в таком сонном состоянии пребывает. Жалуется он также и на депрессию. И часто таких пациентов, исходно не разобравшись, сходу отправляют к психиатру и даже иногда начинают лечить от депрессии. И вылечить такую депрессию, связанную со снижением функции щитовидной железы, просто невозможно. Как отличить ослабление работы щитовидной железы и изолировано существующее депрессивное расстройство? На самом деле инструменты у врача, терапевта, кардиолога, эндокринолога похожие. Если пациент попадает к обычному терапевту, он пытается проверить функцию почек, работу сердца. На кардиограмме отмечается низкая частота сердечных сокращений, редкий пульс, то, что называется брадикардия. Значит, внешне обращается внимание, что в местах трения одежды сухая, отшелушивающаяся кожа, лицо отечное, иногда просто амимичное, то есть со снижением тонуса взгляд заторможенный. Человек не всегда даже понимает, о чем с ним говорят или переспрашивает, задавая много уточняющих вопросов. Более молодые люди, особенно женщины, жалуются на снижение качества волос, как им кажется, что волосы какие-то стали более редкие, слабые, безжизненные. Но здесь надо еще раз разбираться, потому что похожие же жалобы, так сказать, чисто внешних проявлений, может предъявлять человек в глубокой астении, там, в каком-то тревожном, может быть, состоянии, переходом в депрессивный синдром. И поэтому на помощь приходит также определение концентрации гормонов щитовидной железы и тиреотропного гормона в крови. Это, можно сказать, золотой стандарт, который показывает нам истинную причину данного заболевания. Но, тем не менее, часто так бывает, что к моменту встречи с врачом, несмотря на то, что днем у пациента со снижением функции щитовидной железы развивается сильная сонливость, а вот ночью у него как раз период бодрствования. И здесь также понадобится помощь психотерапевта, который должен помочь нормализовать сон, потому что это единственный оставшийся момент, который у такого пациента, который будет помогать восстанавливать жизненные силы, поскольку сон у таких людей, несмотря на то, что они могут спать по 20 часов в сутки, не приносит облегчения по их ощущениям, то есть организм не отдыхает. И поэтому здесь совместная работа психотерапевта и эндокринолога чрезвычайно оправданная. Тем более, что для депрессивного расстройства тоже характерна суточная динамика. Утром, проснувшись, такой пациент себя чувствует хуже в течение дня, он расхаживается, постепенно приходит в какую-то форму, улучшается его настроение и к вечеру его как бы отпускает. Он сам говорит об этом, что он себя чувствует субъективно лучше. Мне бы хотелось рассказать о психосоматических причинах заболеваний щитовидной железы. И для этого я взяла таблицу Лиз Бурбо, которую часто использую в своей психотерапевтической практике. Щитовидная железа связывает физическое тело человека с его горловой чакрой. Энергетическим центром. От этой чакры зависит сила воли человека и его способность принимать решения для удовлетворения своих потребностей. То есть строить свою жизнь в соответствии со своими желаниями и развивать свою индивидуальность. Эта чакра непосредственно связана со священной чакрой, расположенной в области половых органов. И здесь мы коснемся, конечно, проблем репродуктивной сферы, непосредственно связанной с заболеваниями щитовидной железы. А так как эти два энергетических центра взаимосвязаны, проблема в одном из них влечет за собой проблему в другом. Расскажите о связи с заболеванием щитовидной железы и беременности. На самом деле это очень актуальная тема. Дело в том, что, как мы уже отмечали, раз большая часть территории России, чуть ли не половина, связана с йод-дефицитными территориями, то рекомендацией женских консультаций является предложить такой беременной женщине либо витамины, содержащие йодит калия, либо препараты, фактически препараты йода для улучшения трофики и функции щитовидной железы. Но прежде чем это делать, в идеальной ситуации необходимо провести ультразвук щитовидной железы, определить гормоны щитовидной железы и наличие антител. Если это по какой-то причине не делается, то во многих случаях вместо пользы наступает вред. Это провоцирует усиление активности щитовидной железы во время беременности. И такая женщина достаточно на раннем сроке обращает внимание на себя и родственников, и окружающих вначале своим поведением, своей гиперактивностью, своим эмоциональной непредсказуемостью, раздражительностью, плаксивостью, нарушением сна. И поначалу это считается у обывателя, что это, собственно, и есть беременность. У беременной поменялось поведение. Но когда никакие уговоры и путешествия, прогулки и вообще никакие обычные способы на такую женщину не действуют, ее отправляют к врачу, в том числе к врачу-эндокринологу. И вот здесь выясняется, что отправной точкой усиления активности щитовидной железы было назначение безобидных, на первый взгляд, витаминов для беременных, содержащих иодит калия или просто препаратов йода. К сожалению, таких женщин по канонам специалистов и международных экспертов по вызыванию щитовидной железы все равно придется лечить во время беременности. В связи с тем, что отсутствие лечения, во-первых, ведет к снижению сократительной активности работы сердца, во-вторых, это нарушает развитие плода, в-третьих, это нарушает его вынашивание. Есть другая ситуация, что точно такие же факторы приводят к не усилению, а к снижению активности щитовидной железы. В таком случае беременная сильнее набирает вес, у нее задерживается жидкость, на ногах появляются отеки, сердце тоже работает хуже, но снижается его по другой же причине сократительная активность, и плод становится более крупным из-за накопления дополнительных жиров и жидкости. А самое главное, при снижении активности щитовидной железы у плода могут не развиваться слуховые нервы, и нарушается развитие нервной системы. Важно предварительно оценить и структуру, и функцию щитовидной железы. Более того, если так взять, уже заболевание щитовидной железы было еще до наступления беременности, то во время беременности просто контроль за гормоном щитовидной железы и тиреотропным гормоном усиливается, потому что у беременных быстрее, чем в обычной жизни, вне беременности, могут изменяться концентрации и гормона щитовидной железы, и белков, которые их переносят в крови. Есть ли какие-то особенности заболевания щитовидной железы у пациентов в пожилом возрасте? Безусловно, такие особенности есть. Отдельную группу представляют пациенты, которые постоянно лечатся у кардиолога. Золотым стандартом и общепризнанным проверенным препаратом лечения у кардиолога при нарушениях ритма является кардарон. Препарат кардарон содержит атом йода, и через несколько лет после постоянного приема кардарона у таких пациентов мы часто отмечаем усиление функции щитовидной железы и тиреотоксикоз. Если это выявляется, основной препарат отменяется и заменяется кардиологом на какие-то другие, которые не вызывают такой эффект, и, соответственно, приходится такого пожилого пациента лечить как пациента с классическим усилением активности щитовидной железы. Есть другая сторона проблемы. Пациенты пожилого возраста, окружающие часто воспринимаются как медлительные, с заторможенными реакциями, с заторможенными ответами на вопросы. И как бы в простонародье считается, что так и должно быть. Но это не касается всех пациентов тотально. И поэтому, если кажется, что пациент как-то, скажем, замедленно отвечает на вопросы, у него одутловатое лицо, отечное, он жалуется на отеки на ногах, то одним из моментов, которые необходимо обязательно проверить, проверить активность щитовидной железы. Такому человеку при правильном назначении лечения можно на 15-20 лет продлить жизнь, вместо того, чтобы уже с точки зрения терапевта и кардиолога поставить крест, что уже ничего не сделаешь, возрастные изменения, и, в общем, настраивая родственников, что уже надо ждать каких-то плохих моментов. Итак, мы убедились, что щитовидная железа влияет на многие системы жизнеобеспечения организма. И поэтому для такого пациента необходима помощь нескольких специалистов – эндокринолога, психотерапевта и кардиолога. Борис Юрьевич, спасибо за интересный разговор. А в следующей передаче мы поднимем тему влияния щитовидной железы на деторождение. Спасибо, что сегодня были с нами. До свидания и до новых встреч. Всего доброго. До свидания.